здравствуйте приветствую вас на кулинарном канале диетолога скачком если вы любите пить чай китайский то ваш способ приготовления чая должен соответствовать вашему полу возрасту уровня здоровья генетики образу жизни как минимум если у вас есть солевый диатез почках либо мочекаменной болезни если у вас есть остеопороз либо артроз суставов если у вас повышена раздражительность то скорее всего вы неправильно готовите чай и у вас есть выбор он невелик либо бросить пить чай китайский либо изменить способ приготовления чая если у вас есть такие особенности вашего здоровья либо они уже присутствуют ваших кровных родственников более старших и вы понимаете что генетику не отменить вы будете следующим я советую вам готовить чай китайский на молоке и четыре основных способа как приготовить чай китайский на молоке вы узнаете в этом видео я вам дам их основные характеристики а вы сделаете выбор каким способом лучше готовить чай китайский и так самый пожалуй быстрый и менее трудоемкий способ приготовить чай на молоке вы Вы берете молоко в количестве 200-250 миллилитров на одну порцию. Добавляете к молоку чай китайский. Выбранные вами пряности. Варите все это вместе. Фактически при закипании молока чай китайский на молоке готов. Это самый быстрый индийский способ приготовить чай на молоке. Этот способ быстрый, но не самый лучший. Напомню, что молоко это достаточно интересная жидкость. В составе которой находятся белки во взвешенном состоянии. Окруженные своим объемом молекул воды. Жиры находящиеся во взвешенном состоянии. И тоже не в воздухе находятся. Связывают воду. Иными словами молоко содержит очень мало свободной воды. А вся вода связана с витаминами, макро и микроэлементами. Лактозой, белками, жирами. О которых я уже рассказал. И как только вы таким способом готовите чай. А он распространен. Вы его можете найти в интернете. То что вы получаете? Свободные молекулы воды могут что-то извлечь. Какие-то биологически активные вещества из чая. Из пряностей. Но очень мало. Иными словами биологическая ценность такого чая будет минимальна. А с точки зрения опасности для вашего здоровья. Она пожалуй максимально среди всех способов приготовить чай на молоке. Потому как на поверхности чайного листа очень часто присутствуют возбудители грибковых инфекций. Которые если чай хранился без соблюдения условий. Не важно. От момента выращивания до момента употребления вами. Где-то была влага. Грибковые инфекции развиваются. Производят афлотоксин. И вот такой токсический удар может получить ваша печень на входе. И почки на выходе. И вам уже нужна моя книга. Секреты здоровья. Либо что делать если у вас есть печень и почки. Чтобы учитывать и другие факторы. Неблоприятные для этих органов. Или вам нужна моя книга. Рак. Профилактика. Афлотоксины обладают одной из самых сильных канцерогенных активностей. Иными словами. Увеличивается скорость образования раковых клеток в вашем организме. Если ваша иммунная система не справилась с этим потоком. Может возникнуть онкологическое заболевание. Особенно если у вас есть и другие факторы риска. Которые провоцируют онкологические заболевания. Поэтому такой способ приготовить чай на молоке. Я бы сказал он самый простой. Но самый рискованный для вашего здоровья. Способ приготовить чай китайский на молоке номер два. Он несколько отличается от первого. Вы готовите не на чистом молоке. А готовите с добавлением воды. Иными словами разведенное молоко помогает вам получить чай на молоке. Вторым способом. Далее добавляете чай китайский. Пряности. Вновь кипятите. Довели до кипения. Процедили. И чай индийский на молоке готов. Этот способ лучше предыдущего. Потому что больше свободных молекул воды находится в напитке. Иными словами разведенное молоко дает вам больше биологически активных веществ. Из тех пряностей которые вы заваривали. И из листа чайного. Который тоже здесь заваривался. Но. Канцерогены. Афлатоксины. Токсический удар по печени. Испытание вашей иммунной системы. Вновь состоялось. И вы понимаете. Что если вы таким образом длительное время готовили чай на молоке. Вы находитесь в определенной зоне риска. Поэтому лучше использовать способ приготовить чай китайский номер 3. А по этому способу вы пряности и чай завариваете предварительно просто в воде. В этом случае максимальное количество биологически активных веществ из этих ингредиентов. Опадут в напиток. Далее добавляете молоко. И варите до готовности. Процедили. И получили напиток. В котором еще больше биологически активных веществ. полезных для вашего здоровья. Чем в первых двух способах приготовления чая. Но. Канцерогены. Афлатоксины. Никуда не делись. И вновь токсический удар по печени и почкам. И вновь испытание для вашей иммунной системы. Поэтому. Этот способ приготовления чая тоже известен. Тоже пользуется популярностью. Но он не самый лучший. А самый лучший я бы сказал. Способ приготовить чай на молоке номер 4. По этому способу вы вначале. Греете воду. Заливаете ею выбранный вами чайный лист. После кратковременного настаивания. А в зависимости от того какой вы выбрали чайный лист. Белый. Зеленый. Желтый. Красный. Синий. Черный. Разное время настаивания. Но. Индикатор один. Появление цвета. Как только началось заваривание. Извлечение биологически активных веществ из чайного листа. Вода механически с поверхности чайного листа смыла возбудители грибковых инфекций. А также смыла афлотоксин. Они оказались теперь в растворе. Не сможете вы щёточкой каждый листик протереть. Чтобы убрать эту опасность с ее поверхности. А водой вы можете это сделать. Потому что вначале идет намокание сырья. И чем чайный лист мягче. Чем быстрее происходит намокание. А дальше идет экстракция. Да. Часть биологически активных веществ чая вы потеряете. Но. Зато вы потеряете и канцерогены. Иными словами. Ваша иммунная система вздохнет с облегчением. Потому что она теперь не испытывается на прочность. После того как вы первый раз ссорились. Слили воду. Далее добавляете уже нужное количество воды. Варите чай в воде. Добавляете молоко. Доварили. Процедили. И вот в этом случае у вас получилось приготовить чай индийский на молоке правильно. С пользой для вашего здоровья. И у вас активное долголетие появляется в перспективе. А также важно учитывать для какой цели вы его приготовили. Как продукт питания. Просто в обычных условиях. Либо это продукт питания. Который позволит вам пережить летнюю жару. Для того чтобы чай теперь стал выполнять и любую из этих задач. Нужно добавить один очень важный ингредиент. О котором я не говорил в этом видео. Если вам нужно приготовить чай на молоке как продукт питания. Тогда добавляйте сахар. Если вам нужно приготовить чай на молоке для того чтобы пережить летнюю жару. Тогда добавляйте поваренную соль. Сахар несет калории. И вы получили полноценный прием пищи. Поваренная соль попадая в кровь удерживает кровеносой системе воду. Да увеличивается несколько объем циркулирующей крови. Но снижается вязкость. Иными словами в жаркую погоду ваша сердечно-сосудистая система будет работать в более оптимальных условиях. А если вы еще и снизите уровень физической активности до минимума. Чтобы пережить летнюю жару легче. То и ваше сердце скажет вам благодарное спасибо. Потому как увеличенный объем крови и физическая нагрузка. Вы формируете спортивное сердце. Расширение полостей сердца с непредсказуемыми последствиями. Но в непредсказуемое время. Поэтому правильно заваривая чай на молоке. Вы получаете значительно больше пользы для вашего здоровья и активного долголития. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. А пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео. Не забудьте поставить на это видео лайк. Если вы что-то не знали. Что-то упустили. Какой-то из способов использовали. И теперь оказывается он самый лучший. Или не самый лучший. Имейте это в комментариях. Какой из этих способов вы использовали. Если вы использовали чай на молоке для своего здоровья. Напишите в комментариях. Возможно какие-то нюансы вы не знали. Почему использовать нужно. Либо соль, либо сахар. Напишите это в комментариях. Я вам буду благодарен. А также те зрители, которые придут посмотреть это видео. Они получат больше информации. Возможно вы какие-то другие особенности используете. Когда готовите чай на молоке. Напишите это в видео. Я попробую на них отреагировать. Может быть напишу отдельное видео. И вы узнаете мое мнение по тому вопросу, который вас интересует. До новых встреч на моих видео каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Не забывайте про кулинарный канал Диетолога Скачко. Его найти легко. Набрали в поисковике. И плейлист с этими видео у вас окажется в поисковой строке. До новых встреч на моих видео каналах.